В Чебоксарах набирает популярность такой вид искусства, как уличная роспись стен. Он очень оживляет и меняет облик столицы. Юная художница Ксения Кокель расписала стену возле ТРЦ «Каскад». Проправночка знаменитого художника Алексея Кокеля, выпускница Чебоксарского художественного училища. Ксения Кокель горела желанием разнообразить серые будни и добавить красок городу. Захотела и сделала. Подала заявку, стала участницей молодежного форума в Крыму и выиграла грант на 100 тысяч рублей. Новый рисунок по мотивам поэмы, классика чувашской поэзии Константина Иванова «Нарспи» уже можно увидеть. Своим произведением художница осталась довольна. Говорит, что во время рисования прохожие ее поддерживали и благодарили. На работу ушло полтора месяца и 50 баллонов краски. Ксении помогали ее знакомые и друзья. Я училась тогда на третьем курсе художественного училища. Мои друзья предложили мне сделать такой проект, поучаствовать вместе с ними и получить за это деньги. Это был мой первый заказ. И с тех пор я влюбилась в эту технику распыления баллончиком и аэрозольными красками. Для граффити художница выбрала иллюстрации знаменитого чувашского художника Петра Сизова к поэме. Но у нее есть свой взгляд на образ. Если бы я сама отрисовала свою «Нарспи», она бы не воспринималась как «Нарспи». Она бы была просто девушка в тухье. Свою задачу Ксения обозначает просто. Молодежь должна интересоваться культурой своей республики и знать литературную классику. В ее планах воссоздать образ чувашской актрисы Тани Юн, пополнив стрит-арт-коллекцию городских объектов. В следующем году Ксения заканчивает худграф. Проектная деятельность сейчас очень интересует молодежь. Это реальный шанс получить финансовую поддержку своим идеям и воплотить их в реальность.